В общем, мир, который, когда мы знали прежний, изменился. Люди любят, чтобы другие люди страдали. Он пришел смотреть Биангл Дэвилл 2 и забыл мой слот на интервью. Не-не-не, вообще волна этой популярности пройдет, может быть, заценю. Здравствуйте, дорогие наши зрители. У нас сегодня выпуск такой полукарантинный. В общем, половина нашего блога в студии, половина тоже в студии, но в домашней. В Матрице. Да, Олеся и Паша у нас находятся на связи по интернету. Олеся, чуть-чуть опусти камеру, тут у тебя отрезается макушка. Ну, понятно, вы просто хотите видеть мой прикид домашний, ладно, окей. Да, привет из солнечной квартирляндии. У нас хорошо, тепло, и мы сознательно с Пашей граждане, да, Паш? Да, да. Паша, на самом деле, я не очень сознательно, я вчера по работе мотался. И поэтому у меня закончились пропуски на работу. Я теперь не могу никуда выходить. Официально можно, да, не работать. Так, и за камерой у нас Михаил. Покажись, Михаил, да, я тебя покажу. Вот. Михаил сегодня в красивой розовой майке. Молодец, приехал сознательно на работу. Вот. Ну что же, давайте начинать. Давно мы уже не виделись вместе. В полном составе. Паш, у тебя все хорошо там? У меня все нормально. Я говорю, пока я все настраивал, у меня в ноутбуке осталось 30% заряда. И, как бы, я так понимаю, что я настраивал все это, ну, где-то полчаса. И 60% ушло по камень. Здесь на жаре у меня в кабинете. И я так понимаю, что нам просто на запись не хватит. Поэтому вот мне помогают с проведением резервного питания. Паша просто проникся Animal Crossing и решил уехать на остров на балконе. Поэтому там трансляции с бани. Ну что, что у нас новенького было за это время, Александр? Ну, в основном, вся жизнь сейчас происходит в Animal Crossing. Это так. По камере у нас с Пашей точно. Ну и там вообще куча народу. Элайджи Вуд ходит по гостям. Да, репку покупает. Покупает репу. Кстати, я видел Элджи Вуд и Живьем в прошлом году или позапрошлом на выставке E3. Он пришел смотреть Beyond Good at Evil 2 и забрал мой слот на интервью. То есть в момент, когда у меня должно было быть интервью, он пошел смотреть игру. И разработчики не могли мне дать интервью. Видишь, Animal Crossing, он джентльмен, рассказывает игрокам, какие у них хорошие острова и так далее. Да, он стучится и говорит, здравствуйте, вы не хотите поговорить о репе, которую я хочу вам продать. Типа того. Можно я закуплю у вас репу? Порвут цветочки. Мы с вами поскриншотимся там. Как такому отказать? Вот. Что еще интересно в Элому Crossing? Ну, он рвет и мечет. Тут пришло сообщение от аналитиков, что Элому Crossing установил абсолютный рекорд среди всех консольных игр по продажам за первый месяц. Обогнал не только Doom, но и вообще всех. По цифровым продажам. Под цифровым. Да, потому что цифровые продажи, ну, не все продажи. То есть вообще обогнал и Call of Duty, FIFU и все на свете. Ничто так никогда не продавалось. Это успех. Я уже говорил, что это, мне кажется, игра вышла прям вот очень вовремя, да. Ее же еще переносили, то есть она могла бы выйти раньше, но перенесли так удачно, что она попала прям в карантин. Ну что же, это, я считаю, не просто успех, но и большая, так сказать, помощь людям. Потому что, вот, если бы не было микрошинка, что бы сейчас все эти люди, что бы делал Edgewood, что бы делали все остальные? Во многом, на самом деле, да, даже была смешная ситуация на днях. Один из, я не помню, там, бывший главный редактор PC Gamer, по-моему, там было написано, даже устроил вечернее ток-шоу в Animal Crossing. А, да, я видел. Да, я тоже видел, да. Устроил студию и засняли процесс весь этот, сделали как шоу. К нему гости приходили там в виде этих. Да, очень, очень забавно. Я такой, я посмотрел, блин, я тоже тебя так хочу. Ага, а в Китае и в Гонконге Animal Crossing превратили в платформу для, так сказать, политических вывертов их. И теперь в Китае нет Animal Crossing. В Animal Crossing. Ох уж эти китайцы, вот все у них не так. Ладно, в Китае и Винни-Пуха нет, так что, че мы... Ну, точно. Вот интересно, сможет ли Animal Crossing догнать Mario Kart и стать самой популярной игрой для Switch? Потому что, вообще, по ощущениям, вот когда заходишь, включаешь консоль, входишь в список друзей, там или 10 из 10 человек в Animal Crossing сидит, или 9 из 10, то есть одно из двух. Вот настолько он популярен, и он, мне кажется, точно обгонит и Одиссею, и Super Smash. А самый популярный сейчас как раз Mario Kart, он у каждого второго владельца Switch есть. Так, давайте поведем опрос. Вот так скажем, у нас, у кого из нас есть Animal Crossing, кто играет? Вот Саша и Паша, да? Лишь у тебя нет, ты пока еще не играешь. Не, я, знаете че, у меня вот, возможно, это такое... У меня опять приступ социофобии, но вот та игра, тот сериал, тот фильм, который смотрят все, у меня какое-то вот отторжение идет. Я такая, не-не-не, вообще волна этой популярности пройдет, может быть, заценю. Не знаю, у меня вот как-то... Слишком мейнстримно! Да, да, типа, да, типа того, знаешь, вот общий поток, я такая, ууу, нет, слишком жарко, чуть попозже. Ну, я на самом деле тебя хорошо понимаю, потому что там, если лезть в эти социальные дебри, там приходишь, приходишь, получаешь там по 200 сообщений, 200-200 запросов в друзья, и... А когда работать-то? Когда работать, если к уголу социализации? И это прямо пугает. Например, я на такое не готов. Я там по минимуму общаюсь, немножко хожу в дойство. Не, на самом деле, самое странное, что сейчас случилось с Animal Crossing, то, чего не было раньше, ну, во-первых, потому что раньше были гораздо проще все это по социальной составляющей в игре. В Нью-Лифе тоже такого не наблюдалось, а вот сейчас прям очень странная ситуация. Во-первых, там появилась такая практически работорговля, это люди продают... Ууу, людей! Ну, типа, да, красивеньких зверюшек, живущих у себя на острове. Ну, то есть разумных, да, то есть, по сути, все равно, что людей. Ой, сейчас мы вступаем на опасную вообще почву вот с этим. Сейчас мы этому об этом расскажем, и они на кроссе в России запретят. Все очень хотят. Вот, и его там продают за очень большое количество вот этих вот диней. Ну и, собственно, да, люди, которые зарабатывают на курсе репы, у которых вечно репы стоят очень дорого. Ну, там как бы хитрости, конечно, всякие махинации. И при этом вот есть даже отдельный сайт, где люди там выстраиваются в очередь, чтобы поехать, закупить у кого-то репу очень выгодно, по очень выгодной цене. Там, естественно, все это за откаты. Все как в реальном мире. То есть игра имитирует реальный мир все больше. Там, мол, у меня репа по 500 рублей, вход за мешочек монет. Да, да, да. Или там, вход за дорогой шкаф. То есть сначала, Лайджем Руд приходит к тебе с репой, а потом он приходит и говорит, эй, эй, слышь, а легаласы не хочешь купить? Ну, типа такого. Примерно так. Жестненько. Саша, ты уже продаешь своих друзей в моем окрошеннике? Нет, я начал играть не так давно заново. Нам надо было для подготовки видео. Вот, поэтому у меня только-только... У тебя пока нет друзей. Нет, у меня только-только заселились шестеро животных. Пока еще некого продавать, да? Ну, они еще пожить не успели, рано продавать. Они еще пожить не успели. Ну, кстати, у нас по анимокрошенгу вышел уже гайд, как заработать денег и заплатить ипотеку. И готовится еще один для новичков. Да, уже, собственно, выйдет. Заплатить ипотеку это не самое большое. Выйдет даже уже к моменту выхода этого лога. Еще нужно будет выйдить видео, как продать друзей. Как продать друзей мы тоже подготовим, да. Там много чего можно рассказать. Так, в общем, анимокрошенг рвет и мечет. Это действительно так. Что еще интересного? Вышло последнее крупное обновление для Super Mario Maker 2. Собственно, это вроде бы только второе крупное обновление. И уже последнее. И уже последнее. Но еще будут всякие мелкие. Но суть в том, что оно действительно крупное. Оно позволяет теперь создавать не только уровни, но еще из уровней создавать миры, объединенные общей темой. И, соответственно, последовательно выстраивать уровни внутри них. И создавать из этих миров целые игры. То есть, как Super Mario World с этой карты. Все полностью разделение по мирам. Боссы разные. Добавили всех детей Боузера. А можно ли продавать эти миры? Нет, их можно только выгружать в сеть. Там бизнеса пока нет. Можно сделать свой аналог вот этого Super Kaisa Brothers или там I Wanna Be The Guy. Только из... Кстати, пробовал. Скорее, Super Kaisa Brothers, который только из ассетов Марио сделал. Благо и так все делают именно это в игре. То есть, как бы, они делают так, чтобы все страдали. В интернете люди любят, чтобы другие люди страдали. И смотреть на это. Ну, значит, будет скоро много новых видео, где там будут какие-то немыслимые прохождения этих всех уровней новых, да? Так они уже есть. А, все уже, все уже есть, да? То есть, они еще со стата первого Марио Мейкера стали появляться. И, собственно... Именно благодаря вот этим вот роликам первый Марио Мейкер очень долго жил. Да и сейчас, я знаю, многие люди, когда вышел апдейт, они не сразу пошли в игру, а подождали, пока там появятся какие-то особо сложные, хардкорные уровни, чтобы после этого уже пойти. Но, кроме Super Mario Maker есть еще одна отличная новость. Отличная новость, что Crysis доберется до Switch. И не тот Crysis, который... Мировой Crysis, а именно ремастер Crysis 2007 года игры. То есть, вы сможете положить Switch на грудные карманы и прожечь себе сердце. Ну, короче, можно будет полностью вернуться в 2007 год и испытать на себе тот Crysis, который ты мог себе позволить на своем старом ведре тогда. Но ведь Медведев сказал, что никто и никогда не сможет вернуться в 2007 год. Ну, видишь, нам много чего говорили. Бесконеческий предел. На деле получается всякое. Ну, на самом деле, там ремастер, поэтому его должны все-таки подогнать под современное консольное железо. Ну, судя по тому, что Warface на движке CryEngine получился довольно неплохим, я думаю, что и ремастер будет тоже вполне себе ничего. Также я слышал, что готовятся ремастера Мафии. Не знаю, первый ли будет, но точно второй. И, скорее всего, они должны быть и на Switch тоже, потому что, как бы, 2K сейчас активно выпускает игры на Switch. Вообще, вот, в мае нас ждет прям целый букет разнообразных игр от 2K, да. Так что будем ждать и этого еще, ремастера. Да сейчас все, сейчас даже электроника... Пока именно этого комплекта ремастеров уже надолго хватит, потому что, считай, 2 Биошока, 3 Биошока, 3 Borderlands, 3 Borderlands, XCOM со стендалом дополнением. Выбор богатый. А там же еще Xenoblade Chronicles выходит. Которая вообще там, там даже не то что переиздание, там ремастер. Очень жду, уже показали, показали. У нас в комментариях даже некоторые назвали ремейком, это, конечно, уже перебор, но ремастер там точно. Там теперь не такие стрёмные модельки персонажей. Ну да, по сравнению с тем, что было на 3DS, конечно, там... Да, причем здесь на 3DS? Вот они на Wii U еще были, ну, они на 3DS были такие же, как на Wii U, и они такие были. Ну, я уже не помню, как они были на Wii U. В общем, на Wii, на Wii, оригинально. На Wii U было Xenoblade Chronicles X. Но они были такие, типа, знаешь, как это... Нет, я играл, я играл. С закосом под реализм. И когда ты смотришь сейчас на этот закос под реализм, такой... Лучше бы вы их сразу, с самого начала сделали анимешными. Я помню, там у них лица были текстурные такие. Вот так лучше. Но, кстати, новости бывают не только хорошими. Да, плохие новости, давай. В Японии... Я что, тут репетух, что ли? Плохие новости. Ну, да, в общем, в Японии остановили производство одноцветных пар джайконов. Ооо! Вот таких вот серых... Вот, покажи. Вот серых. Таких серых, соответственно, неоново-желтых, таких бледных-желтых и красных, которые у нас были доступны только в лимитке Super Mario Odyssey, но в других странах продавались и отдельно. То есть теперь все пары контроллеров, которые производятся, они все разноцветные. То есть это синий-желтые, оранжево-фиолетовые, зелено-розовые. И причем там же нет зеркальных пар. То есть это всегда у тебя зеленый левый, розовый правый. То есть ты уже никак не сможешь собрать полностью одноцветную пару. Что ж тут плохого-то, что серые убрали? Не знаю, мне кажется, хорошее дело. Теперь самый скучный цвет вдруг резко становится самым эксклюзивным цветом. Потому что, ой, смотрите, серые джойконы больше не производятся, значит их надо беречь. Купать надо, пока не запрещу. Купать и потом продавать подороже. Да-да-да. Нет, но интересна именно смена подхода. То есть теперь только разноцветные. Дело-то не в том, что убрали серые. Убрали же еще и желтые и красные. Теперь вот строго разноцветные, никак иначе. Ну правильно, ой, чтобы было повеселее. Чтобы было интереснее. Это хорошая новость. Зря ты так ее почистил к плохим. Почему она плохая? Знаю, мне кажется, просто есть люди, которые все равно хотели бы одинаковые. Знаешь, всегда есть люди, которые хотят что-то другого. Они всегда есть. Нет такого, чтобы всех всегда все устраивало. Ну так вот раньше-то всех все устраивало. А теперь выбор уменьшили. Я думаю... Нет, слушай, давай будем честны. Во-первых, всегда будут недовольные. Что бы ты ни делал. Вот. Так что нормально все. Ну пусть делают. Потом ведут какой-нибудь, не знаю, лимитированный, там, белый контроллер. Джойкон. Не знаю, там, бам. Пожалуйста. Ну, кстати, насчет плохих новостей. Насчет плохих новостей. Плюс, опять, нужно смотреть наборы игр, там, не знаю, типа, того же Super Mario Party, который с Джойконами вместе. С какими Джойконами он там идет? Я просто уже не помню, какие там цвета. С разноцветными. Я уверен, что каждому крупному релизу будут выходить Джойконы. Плюс никто не отменяет китайские корпуса для Джойконов. Можно хоть прозрачно не заказывать вообще. Ну, это уже другой разговор. Нашел плохих новостей. Я вспомнил, тут недавно совершенно была новость о том, что, как его называется, магазин Nintendo eShop, его отключат для 3DS и для Wii U. В Латинской Америке. Да, то есть те, кто покупал, есть такие люди, которые покупали, как бы, в других странах, то, если кто-то покупал от Латинской Америки и пользовался здесь, в России, то они остались без скачиваний, останутся без скачиваний. Вот такая вот новость. Не, загрузить, то они смогут... Если они купили там, загрузить там, то можно. И регион можно поменять всегда, в случае чего. Но вообще такие эти опасные звоночки. Да, это именно как звоночек опасный. Слушай, ну, я помню, что у Apple были такие тоже истории. Я бы, например, покупал лично много игр от Square Enix на iPad. И через какое-то время они просто у меня пропадали из магазина. Они в принципе падали из магазина. И все, у тебя сменил устройство, и ты не сможешь эту игру запустить. И ее, в принципе, у тебя и нет. А игры дорогие, чем по тысячу рублей. Кстати, насчет отключения учетных записей и прочего. После того, как тут вот сейчас случилась ситуация с утечкой пользовательских данных у Nintendo, они написали, что на сайтах теперь, ну, типа, на Nintendo.ru, на MyNintendo, там, нельзя будет логиниться по коду Nintendo Network. Это как раз код Wii U и код 3DS. То есть теперь только через электронную почту. Что, как бы, тоже... И это вроде как глобально. И пока непонятно, временные это причины, временные это меры или невременные. В общем, мир, который, когда мы знали прежний, изменился. Он не будет таким. Давай, спасибо, надеваться. Понятно. Давай что-нибудь хорошее расскажем. Например, что нам на конкурс наших заставок продолжают наши зрители присылать новые заставки. Вот сейчас Паша нам покажет в монтаже чудеса. Нам прислали. И покажет новые заставки. Они очень... Прислали. Мне особенно понравилось в стиле 3DS. Очень хорошо. В стиле 3DS, в стиле GameCube. Удалось стилизовать. Ребята, спасибо. Мы в мае где-нибудь после праздника подведем итоги. Победитель получит свои... И с разными там еще, и с разными консольми тоже... Свои деньги. Мы поставим их... От подведителя с ником Noob. Все, мы сделаем нашу подборочку. Все покажем. Но я хочу сказать от себя. Вот в прошлый раз мы похвалили человека, который сделал очень красивую заставку в стиле Metroid. И, видимо, все решили, что... Да, вот так и надо делать. И вот это вот то, что... Ну, давайте мы переделаем заставку GameCube. Давайте мы переделаем заставку 3DS. Это, ну... Хотелось бы чуть более креативного подхода. Вот о чем я. Например, Паша в стиле заставки видит. Но им немножечко не достает вот как-то... Авторского исполнения. Не чувствуется автора за эту фигню. Паш, для тебя сделали персональную заставку, а ты еще сидишь... Нет, 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 нет. Он хочет продолжение паркета. Я сейчас как бы это... Где сиквел, да? Я же не сижу как Артемий Татьяныч, знаете, то, что... Парквер ставит только... Больше заставок, а больше. Я просто говорю к тому, что, типа, оно очень классно, очень круто. И спасибо всем, кто это делает. Но больше экспериментируйте. И не бойтесь, главное, экспериментировать. Да, это точно. Экспериментируйте, творите. Смотрите. Все покажем и победителя наградим. Еще будут посчитанные призы тоже. Кстати, насчет призов. В прошлом влоге мы разыгрывали память для свеча. И настало время выручить... Сказать обе, кто победитель. И сейчас поставим видео с разыгрышем. Победителем стал пользователь с ником Vadafi Man. Он оставил нам комментарий, что память нужна для Mortal Kombat 11. Для него как раз скидка хорошая. Ну, это неплохо, да. Потому что действительно... Ну, и тем более, что игры от сторонних издателей занимают обычно много места на свече. Вот, но это выбирал рандом, а я хочу отметить... Я хочу отметить несколько комментариев... Да, вот он получит карту памяти. Я хочу отметить несколько комментариев, которые написали люди, которые просто нам очень понравились. И мы их наградим по щитными призами какими-то, да, Александр? У нас там остались значки с покемонами? Найдем значки. Вот, что мне понравилось. Сейчас я зачитаю. Вот пишет... Vader Daddy пишет... Я хочу закачать на карту максимальное количество игр на распродаже. И уйти на полный карантин с женой и ребенком, чтобы весело пережить пандемию. Вот такой комментарий. Сейчас я буду устанавливать все игры, да? Все игры буду устанавливать. Пишет Николай Иванов. Конечно же, для Ведьмака, потому что 30 гигов для одной игры это жестко. Но я хочу сказать, что 30 гигов это еще не предел. Да, у них явно нету Call of Duty. Ну, потому что Call of Duty нет на Nintendo Switch. Сколько там, 200 гигабайт? Представь себе Call of Duty. Ни одной конпенсии не хватит на Call of Duty. Ну, нет. Хочу ворваться в Warzone. Ты такой, что же делать? Где найти? У меня карта 128 гигабайт, а игра уже занимает 132. Вот, пиши комментарии. Память нужна всегда, и не только для игр, а вообще для Зельд и Ведьмака. Вот пишет. Это правда, память всегда нужна. Ее никогда не бывает много. Так, ты не увлекайся, ты выбери двух уже. Так. Пока Switch лежит без дела, так как памяти не хватает. И вот этот вариант для планируем Хэлэ Нуар. И пишет спасибо за напоминание. Так, а кому, значит, я сейчас просмотрел... А, карту нужна для ремейка Final Fantasy VII. Ну, пока еще ремейк Final Fantasy VII не анонсировали на Switch. И, скорее всего, могут не анонсировать. С другой стороны, Switch получил Final Fantasy XV Pocket Edition. Можно сделать ремейк Final Fantasy VII Pocket Edition. Pocket Edition. Ну, хотя там не получится, скорее всего, потому что 15 была на Luminous Engine, на собственном движке этого... А здесь Unreal. То есть Unreal можно перенести, но... Видимо, вот так вот портируется сложнее. Да. Или просто, ну, как бы лишние расходы. И мех. Вот, вот, мне понравилось. А я хочу, чтобы хранить не игры, а отсканированную коллекцию фишек с покемонами. Может, когда-нибудь я вставлю эту карту в компьютер и с помощью сканов напишу книгу, как обрадовать детей кугляшками из картона. Интересно, сколько у нас сканов, что ему понадобится карта на 128 дебютах. Это Лина нам пишет. Вот, Лина, тебе, значит, сколько покемонов ты вот хочешь сохранить. Тебе, значит, насчет с покемоном от нас. Вот. Блин. Фишки с покемонами, это прям моя трагедия детства. Я однажды так крупно проигралась, что у меня прям все, травма. Больше не играю в азартные игры с картонными кругляшками. Но-но-но. И еще второй комментарий, я вспомнил какой, значит, пишет нам Заза в Сево, извините, если неправильно прочитал ник, постоянно очень не хватает места. Недавно на продажу купила полный набор Mortal Kombat, то есть это девушка купила, и оказалось, что он занимает 26 гигов. Второй покупкой стал Animal Crossing. Ну, вы знаете, чтобы чередовать мясо и насилие с полной безнадежностью и мелотой. В итоге каждый раз приходится думать, какие из игр придется удалить, какие установить. В общем, чтобы немножко посластить эту вот историю с удалением и установкой, тоже дарим Заза в Сево значок с покемоном. Кто во что поиграл, вот сейчас хочу спросить-то. Поскольку времени много было, надеюсь, что у кого-то было много времени, потому что все-таки... Мы с Пашей ясно во что поиграли, больше, наверное, ни во что. Теперь у меня в Animal Crossing играет вся семья по очереди. Мне достается в последнюю очередь поиграть нормально. Вот, поэтому я начал потихоньку вспоминать, что из себя представляет Animal Crossing New Leaf. К тому же, я зайдя на Минск, я понял, что я не играл в... Ну, то есть, когда вышло дополнение вот этого Welcome Amiibo, оно же там добавило кучу новых фишек в игру. И я вот в этот момент я уже не играл в Animal Crossing. Я очень много пропустил. Я такой сейчас захожу, ой, сколько всего нового появилось, ой, как интересно. А, о, короче, вот так вот. Пока так вот, пока в ночи, там, пока у меня что-нибудь рендерится, я сижу и... Копаю грядки, но уже в 3DS-верхии. Неплохо, неплохо. И как в сравнении с Animal Crossing New Horizons? Как тебе она? В сравнении, как она тебе в сравнении с New Horizons? Слушай, ну, на самом деле, есть фишки, которые... Странно, почему их нет в New Horizons. То есть, например, в New Leaf'е можно купаться в море. Так, а обещали уже добавить же. Я понимаю, что да, скорее всего, это добавится потом, что, скорее всего, это с апдейтами придет. Но, как бы, там это было изначально. Тут вроде как тоже сперва ждешь. Сейчас стали по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлять. Будем смотреть. Опять-таки, Nintendo сказала, что она собирается очень долго поддерживать New Horizons, и рано или поздно он вырастет. И можно будет искупаться и сылать же вудом где-нибудь. Но, да, но, чего не появится точно, так это фоторедактор. Ну, в смысле, это возможности фотографироваться. Потому что камеры нет. Да, потому что в свече нет камеры. Но ты можешь сделать фотографию и загрузить ее с помощью ваш код. Там же есть приложение специальное, вообще, пленимокросненько. Так что ты можешь через смартфон это сделать. Может быть, можно будет через смартфон, но пока, пока имеют интернерский. Можно просто зайти там, взять, сфоткаться со своими селянами. И будет классно. Олесь, а во что ты поиграла за это время? Слушайте, я вообще не играю. Я упарваюсь по продвейским мюзиклам. Но я опять загляну в будущее и скажу, что, например, вот 8 мая выйдет на свече, а также на других платформах игра Fury Unleashed. И это не про фурей, а это рогалик для пострелять, попрыгать, побегать. И, ну, это просто такая спущенная с поводка ярость, можно сказать. Это, ну, как у любого рогалика, бесконечный бой, прокачка после смерти. И, на самом деле, вот фишка еще в том, что, ну, главную персонажу можно... Там все такое рисовано, и главную персонажу можно кастомизировать. Немного, но можно. И его именно иногда подтормаживает собственная крутизна. Потому что, когда ты набираешь комбо, убивая своих врагов, оно сразу же тает. И, типа, ты не закомбовался вовремя, сам дурак, все пропадет. И ты такой, ну-а-а, бежишь дальше грустный. Вот. Ну, и куча оружия, куча доспехов, бесконечное веселье, вот это вот все. Ты хотел сказать бесконечная боль? Ну, не то, что прям бесконечная, но как бы тебя бьют, а ты крепчаешь. Такая вот тема. Вот. Вот так вот, а еще? А еще 19 мая выйдет на свитче в Аббанду Фулс 101 ремастер. Вот. И это, типа, Го-Гоу, Пауэр Рэнджерс, но не они. И там ты просто бегаешь как раз разноцветными, как новые джойфоны, героями, огромной бурьбой, и борешься с пришельцами. Вот, там вообще полный трэш. Да, но этого игру мы уже ждем, и скорее всего там будет русский язык, потому что прошлый тогда Platinum Games была на русском языке. Так нет же, уже не будет. Не будет? Нет, они же вроде решили, что не менять ничего в ремастере. Жаль. В этом ничего не изменится, так что они вряд ли будут переводить. Кстати, у нас будет ролик скоро, у нас один ролик уже вышел про игры на свитче локализованном, будет еще один, по вашим заявкам. Там прям подобрали игры с хорошей локализацией. Можно даже сказать, игры с чуть ли не лучшими локализацией. С лучшими локализацией. Не, ну понятно, что все сотни игр eShop не проверишь, но мы постарались по максимуму. В общем, я за это время поиграл в игру, это ремейк очень популярной ролевой игры, старый, вышел на свитч, и это не Final Fantasy, это Trials of Mana. Я подбегал не в полную версию, в демку. Значит, это вот подход Square Enix к ремейкам. Все силы и средства они пустили на Final Fantasy 7, а Trials of Mana это такой ремейк ленивый. То есть они переделали графику, чуть-чуть улучшили озвучку, а весь сюжет, все диалоги оставили старыми. У меня вопрос только один. В предыдущем ремейке Маны, там у персонажей даже ты не открывались во время диалогов. Ну здесь они так лениво открываются, иногда открываются, иногда нет. Ну здесь хотя бы что-то уже добавили. Потому что раньше диалоги были уровня Mighty No. 9, которые все ругают за то, что это очень лениво сделанная игра. Вот тут тоже был очень лениво сделан. Да, но это лениво сделан, но все равно ремейк. Картинка красивая, там даже неплохая боевка, в принципе такая экшеновая, но хуже, чем в Final Fantasy ремейк. Там небось бюджетно, раз в десять дешевле. Понятно. Но я могу сказать, что в принципе, если вот уже совсем не во что играть в JRPG, то довольно неплохо. Ну конечно по цене дороговато, там что-то почти три тысячи что ли она стоит. И еще одна игра, которая в принципе от меня, я в нее играл и раньше на других платформах, но сейчас, во-первых, появился новый трейлер Deadly Premonition 2 с датой выхода, по-моему, 10 июня. А во-вторых, появилась скидка в eShop'е, 50%. Я за тысячу рублей взял Deadly Premonition 1 и посмотрел, он на Switch'е выглядит лучше, чем я играл на PlayStation. И в принципе, эта игра, смесь Twin Peaks'а с Silent Hill'ом. То есть там дизайнер Свери, он делал D2, по-моему, и D4, Dark Dreams Don't Die. Он совершенно безумно придумывает какие-то штуки в духе Дэвида Линча. Какие-то у него там мертвые девушки, какие-то непонятные мистические загадки. Собственно, все говорят, что его игры можно оценивать либо на 10 идти, либо на 0 идти. Да, то есть мне очень понравился Dark Dreams Don't Die, который вышел на Xbox'е и на ПК. И жалко, что не было положения, потому что там не зашла игра. А здесь, ну, то есть игра в стиле Twin Peaks'а, это вообще само по себе очень круто. А все, кто играл, все говорят, что это прям Twin Peaks. Я вот сейчас прохожу, выглядит лучше, чем на консолях, я говорю, предыдущих, где она выходила. И даже шрифт нормальный, в общем, за такую цену, в принципе, можно взять. И в преддверии, потому что это будет, вторая часть, это будет и приквел, и сиквел одновременно, как он любит всем запутывать. Если хотите погружиться в такую историю, крутую в стиле Старлинг Хилла, то рекомендую. Саш, ты во что? Я в основном играл в Animal Crossing, но, кроме того, я начал играть в фитнес-боксинг. Если карантин сильно продлится, то вы меня скоро не узнаете. Будешь всех бить? Она занятная, я понял, почему она так, в общем-то, хорошо людям зашла. Что это такое вообще? Скажи, что это? Это гибрид, наверное, гимнастики и панч-аута. То есть, такой несерьезный симулятор-бокс с зарядкой. То есть, ты скачешь по телевизору, машешь руками, да? По большому счету. Апперкот. Ну, можно и так описать, да. Ну, лучше ли это, чем в Ring Fit Adventure? На пружинках, да, дрались, да, или что? А, Arms? Нет, Ring Fit Adventure. Не, но Ring Fit Adventure, он получше. Там креативнее, задания поинтереснее, разнообразнее. Там нужно контролю, а здесь не нужно. Там можно и на ноги упражнения, а тут все-таки больше на руки. основной идет. Ну, и просто на движение тела. А еще я довольно много играл за последний месяц. Правда, не на свитче, потому что у друга свитча до недальних пор не было. Уже, правда, есть, я его подсадил неделю назад. Вот мы играли на протяжении месяца. Спутал 10 человек, можно сказать. На протяжении месяца играли в Dead. Я не использовал, потому что он использовал мои бонусные баллы в одном из магазинов и получил мощную скидку. А мы играли целый месяц, там, периодически, ну, вернее, регулярно, но короткими сессиями в Dead by Daylight. Это та игра, где один маньяк, от него четыре выживших постоянно убегают. А, то есть один играет за маньяка, а синхронный мультиплеер, да? Да, 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 там есть и Фредди Крюгер, и маньяк из Крика, и Майкл Майерс, кого там только нет. Вот она долго-долго мне не заходила, я несколько раз в разные годы пробовал, а тут зашла, и мы там, при том, что, то есть у нас два человека у нас рандомы, совершенно незнакомые, которые там могут сидеть, но несмотря на это, нам вдвоем все равно весело. А если там, в смысле, есть ли эта игра на Switch, будет ли она? Да, она в том-то и дело, что она есть на Switch. Я почему-то упомянул, что мы играли не на Switch, потому что у него не было концов. На русском языке? Да, она на русском. Мне понравилось. Ты за кого играл, за убийцу или за выживших? Нет, мы играем вдвоем, поэтому мы играем за выживших, помогаем друг другу. Очень нравится. Так, еще поговорить про блогеров, что интересного наши блогеры сделали? У Дениса было, Русакова, интересное видео с воспоминаниями о Test Drive Unlimited 2. Игра, которую многие очень ностальгируют, и которая, наверное, бы здорово смотрелась на Switch, в том числе, потому что Switch ее бы без проблем потянул. Я думаю, там портировать бы получилось. И на Switch это ниша свободна от таких игр. Ну, на Switch нас ждет новая часть T.D.U., и неизвестно, выйдет ли она на Switch. Ну да, а вот Unlimited 2 вполне бы... Вот, а это как раз под это дело у нас, почему я обратил внимание, потому что мы же тоже как раз хотим сделать видео, может быть, в ближайшее время, может быть, в мае, но о лучших гоночных игр для Switch, потому что их уже набралось много, и там... А еще будет скоро Burnout Paradise, который, кстати, будет каким-то... гигантскую сумму будет стоить ремейк игры, даже не ремейк, просто ремастер. Сколько? 2008 года игра, по-моему, и стоить она будет 3, чем-то, 3 500... Не, вроде просто 3, но все равно довольно много. Это прям... Держи, несмотря на то, что там мой любимый играет саундтрек Welcome to the Jungle... Разве там не Paradise City играет? Да, Paradise City. Да-да-да, Paradise City, конечно же, да. Извините, я спутал с другой игрой. Вот. На самом деле, я нагло попиарю себя. Я не... На самом деле, у меня есть, как бы, все... Ну, вышедшие, в общем-то, продайс на всех платформах, которые вот вышли. И мастеры я, по-моему, тоже собираю. Так получилось. Хотя самая любимая часть у меня... Именно... Burnout 3. Ну, как бы, изначально мир мне не очень сильно зашел, когда она только-только вышла на PS3. И только когда вышел ремастер, я ее, скажем так, дополнительно распробовал. И на эту тему даже делал ролик, почему... Ну, собственно, почему Burnout Paradise это больше, чем просто аркадная гоночная игра. То есть, я этого не понимал на тот момент, когда я в нее начал играть. Потому что я в нее играл именно как в обычную гоночную игру с определенным миром, ну, как в любой Need for Speed, короче, того времени, да и этого времени тоже. Или Forza Horizon, да. Да, но... На самом деле, Forza Horizon со временем очень много унаследовала. И вот одна вот в том числе вот эти вот... Вне гоночной активности, которых много, но в продайсе их все еще больше. И если кому-то интересно, короче, в мое мнение, можете посмотреть у меня на канале ролик, он вышел уже давно, он там... Мы ссылочку добавим в написание. Да, добавим ссылочку на видео, Паш. Тем более, что вышло давно, чтобы люди не искали, мы прям ссылку дадим. Е-е-е, Лопаст. Пожалуйста, посмотрите. На этой чудесной просьбе я предлагаю заканчивать выпуск. Да, мы сейчас пока ничего разыграть не сможем, потому что вот такие-то условия переходные, но обязательно в следующем выпуске мы разыграем что-нибудь, следите. Кстати говоря, сейчас уже анонсирую, мы готовим к выходу Xenoblade Chronicles ремейка, мы готовим и видео специальное, и готовим розыгрыш тоже интересный. Ждите, вот. Всего-то осталось месяцов подождать. Я очень жду, прям уж сильно. Ладно, всем пока. Ребята, будьте здоровы. Всем пока, покеда. Будьте молодцами, соблюдайте карантин и дальше. Не берите пример с нас. Не то, что мы, да.